Всем привет! Поздравляю вас с наступающим годом и Рождеством! И сегодня я хочу поговорить про такую банальную вещь, как дешевые методы SEO-продвижения, а в частности накрутка поведенческого фактора. Ведь это как сыр в мешеловке. Он стоит дешево, продвинуться в Яндексе при помощи него можно легко. Но стоит ли? В этом нашем ролике. Несколько лет назад Яндекс рассказывал, что он придумал классный алгоритм по отлову пользователя, который накручит поведенческий фактор. В частности есть такие сервисы Userator, Mweb и тому подобное, которые позволяли делать это автоматически. Вы закидывали туда совсем немножко денежек, некие роботы заходили, делали определенные имитации действий на сайте. Яндекс это не понимал, в итоге сайт очень резко поднимался в топе, вы тратили копейки на SEO-продвижение. И фактически миф про продвижение в Яндексе без ссылок, он существует благодаря именно этому факту. Особенность заключается в том, что действительно Яндекс ссылки ранжирует гораздо хуже, чем поведенческий фактор. И в этом решила убедиться Текстера, которая сделала очень классный обзор нового сервиса, который обманывает текущие виды накрутки. Да, то есть Яндекс похвастался тем, что они придумали алгоритм, который отлавливает таких роботов. Он отлавливает их в частности по мискликам, то есть когда робот промахивался по корзине, по определенным кнопкам. Они отсекали таких пользователей, затем проверяли насколько часто и периодично производится накрутка, делали скидки на то, что возможно это делают конкуренты. И потом банили этот сайт и смотрели как он бедный выкручивается, пытается доказать, что это не я, я не пользуюсь накрутками, это все они. А потом снимите с меня фильтр, пожалуйста. Яндекс довольно жесток за наказывание. В то время как за Doorway вы возможно схватите фильтр на месяц, за Minusins вы хватите фильтр на несколько месяцев, то за накрутку поведенческого фактора вы хватаете фильтр на целых 8 месяцев. Для бизнеса это фактически равносильно катастрофе. Даже если вы восстановите свой сайт спустя 8 месяцев, возможно бизнес ваш уже прекратит свое существование. Так в общем, что сделали Текстера? Текстера проанализировали другой вид накрутки, когда делает накрутку не робот, а человек. Так называемая SEO-пикап, SEO-тусовка и как ее по-другому называют. Что это такое? Если же фактически вы дадите телефон пользователю, попросите его найти вас в Яндексе, ввести поисковый запрос, он перейдет на ваш сайт, сделает определенный заказ, вы его попросите оценить юзабилити сайта, он поделает определенные действия и уйдет. Таким образом, этот поведенческий фактор не является роботом, он сделан человеком, и Яндекс ничего не может с этим сделать. За счет этого этот сервис дешевый, существует, позволяет зарабатывать студентам, позволяет фактически продвигать сайты за копейки, потому что достаточно купить 100-200 таких визитов по 100 рублей, и вы получаете продвинутый сайт в Яндексе за копейки. И многие SEO-студии взяли это на вооружение и начали продвигать таким образом сайты. И да, как оказалось, они сейчас все хвастаются кейсами, как у них классно получилось продвинуть сайт, практически без ссылок. И, а чем все закончится? По моему мнению, это закончится все печально. Яндекс анонсировал новый фильтр Андромеда. Он планирует отлавливать таких пользователей. Более того, Яндекс очень жестоко поступил, соответственно, с Текстерой и с тем сайтом, который они решили продвинуть при помощи SEO-тусовки. Он забанил их двоих. Но это не в этом суть. Суть в том, что Яндекс по-любому начнет бороться с этим методом продвижения. Он на сегодняшний момент является серым, а не черным. То есть, по факту, он еще работает, но мы не рекомендуем его использовать именно по одной простой причине. Что таким образом есть очень высокий шанс похоронить свой сайт. Более того, внимательно читайте договора SEO-компании. Не накручивают ли они вас при помощи поддержки факторов, четко ли прописаны методы продвижения. Вы очень рискуете тем, что если все-таки Яндекс схватит вас за руку, ваш сайт ляжет на 8 месяцев и бизнес просто ляжет полностью вслед за ним. Что же является поведенческим фактором на самом деле? Яндекс выделяет 4 показателя ключевых для своего продвижения. В первую очередь, это время пользователя на сайте. Во-вторых, количество просмотренных страниц. В-третьих, это страница входа пользователя. И четвертое, это страница выхода. Оценка сессии всех пользователей, их идентичность, их вариативность, и схожесть для вашего типа сайта и вашего типа бизнеса, и определяет, эффективный был визит или нет. То есть, есть ряд алгоритмов. И да, SEO-шники просекли, что если имитировать действия реального пользователя с отклонениями, с определенными задержками, с определенными движениями, с определенными случайными движениями, то есть, раньше это просили делать роботов с определенными вариациями, сейчас просто дают человеку сделать определенный вид действий, он это делает всегда по-разному. Яндекс не может это определить. Но есть высокое подозрение, что в будущем сможет. Мое подозрение, скорее всего, он будет отлавливать тех пользователей, которые один раз зашли массово и потом долго не заходили на ваш сайт. То есть, некие новые пользователи, которые зашли, массово накрутили вам поеденческий фактор, и потом вышли и больше не появлялись. Скорее всего, Яндекс вас нагонит за накрутку поеденческого фактора, только гораздо позже. И у меня есть серьезные опасения к этому. Так как Яндекс недавно анонсировал определенные нововведения для оценки качества сайтов, в частности, вы можете посмотреть на моем скрине, какие виды оценок он сейчас внедряет, помимо икса. Я уже снимал тренды 2019 года по контекстной рекламе, а Анатолий рассказывал про тренды SEO в 2019 году, которые ожидают нас. И я могу так сказать, в Яндексе однозначно будет тренд борьбы против поведенческого фактора и поисков методов, как защититься от фильтров Яндекса и пытаться до сих пор накручивать. То есть, я уверен, что будет очень жаркая борьба на этом поле. Более того, про виды накрутки рассказывают даже такие топовые блогеры в нашей среде, как Максим Набибуллин. Рассказывают про то, что можно использовать вбрельное расширение в браузерах, которые подменяют код железа, подменяют браузер, подменяют расширение экрана, оператора и многие другие факторы и позволяют делать вам те же движения, которые делает некий случайный пользователь и четко намекают, что это вроде бы запрещено, но это дешево. Это позволяет увеличить ранжирование и фактически без привлечения ссылок, без кропотливой работы по ссылкам. Поэтому давайте перейдем теперь к делу. А как это все работает, допустим, в том же гугле? И я вас удивлю. В гугле поведенческий фактор хоть и является важным фактором ранжирования, но, как показала практика, его накрутка вообще не оказывает никакого влияния на позиции. Я находил исследования, которые проводили накрутку разными методами, ручными и автоматическим. В Яндексе сайт поднимался, в гугле абсолютно лежал и практически движения его не было. То есть гугл умеет отличать сессию случайного пользователя, накрученного пользователя и робота. Также был замечен такой факт, что все пользователи, которые заходят в браузер без истории просмотров, допустим, с удаленной историей или с инкогнито, не оказывают никакого влияния на поведенческий фактор, в то время как те пользователи, которые заходили часто на сайт, небольшое влияние на позиции, но оказывают. Есть очень спорное утверждение. Многие говорят, что Яндекс умеет отличать накрутку поведенческих факторов пользователям. Гугл вообще не отличает это. Я могу так сказать. Гугл научился распознавать накрутку либо пользователям, либо конкурентам и по факту никак не наказывает ни одного, ни другого, просто игнорируя эти визиты. В то время как Яндекс за накрутку конкурентами, как он говорит, умеет отличать, а накрутку пользователям умеет фильтровать и банить. С какой вероятностью? Здесь я рекомендую зайти на ряд форумов и почитать тех, которых он умудрился забанить. Но есть вполне известный факт. Если Яндекс не забанил вас за накрутку поведенческого фактора, не умудрился ее выловить вот таким вот, например, образом, то, так скажу, если вы накручиваете вашего конкурента, есть очень высокая вероятность, что вы поднимаете ему позиции. А как же делать так, если конкурент накручивает вас? Мы рекомендуем писать в случае таком Яндексе в Саппорт. Пишите в Саппорт, что есть подозрение, что вас накручивают. Яндекс присмотрится внимательно и проведет отсев этих пользователей, заранее. Таким образом, есть высокая вероятность, что вас не забанят. Итого, давайте перейдем к выводам. Что мы можем сказать? До сих пор в Яндексе накрутка поведенческих факторов работает. Работает, в частности, ручная накрутка. И я не рекомендую этим пользоваться, потому что Яндекс всерьез занялся за отсев такого вида пользователей. Во-вторых, если на вас делают накрутку конкуренты, мы рекомендуем писать сразу в Яндекс Саппорт и сообщать о том, что вас накручивают, а не радоваться тому, что у вас поднимаются позиции. Иначе радость может оказаться преждевременной. В-третьих, этот метод абсолютно не поможет продвигаться в Гугле. А Гугл, на минуточку, очень популярен до сих пор на всех мобильных устройствах, потому что он является предустановленным поисковиком практически везде, даже в России. И в-четвертых, я бы не рекомендовал накрутку пользователей как неэффективный метод продвижения, потому что Яндекс тоже ранжирует качественные ссылки. Яндекс начнет рано или поздно наказывать тех, кто пользуется таким видом продвижения, и все-таки риск похоронить сайт на целых 8 месяцев. Я все-таки бы воздержался и спрашивал ту SEO-студию, с которой вы работаете, в договоре, не включены ли методы накрутки при помощи накрутки поведенческого фактора в ваш договор по SEO-продвижению. В частности, мы никогда не проводим этот метод, и этот ролик предназначен лишь для того, чтобы те, кто занимаются SEO-продвижением, отдавая этот бизнес на аутсорс, были в курсе, что такой метод существует. Вас первые 2-3 месяца могут очень классно поднять, вы можете быть очень довольными, но в определенный момент вас могут просто забанить, а SEO-студия просто развернется и уйдет. И всех вас с наступающим праздником! Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, задавайте вопросы в комментариях, я очень оперативно отвечаю, это правда. С наступающим еще раз Новым годом и до новых встреч!